Сетболы, мячи, ракетки, корты и талантливая теннисная молодежь. В Тольятти проходит очередной международный юношеский турнир по теннису Кубок Тольятти. Поболеть за будущих звезд большого спорта пришли в этот раз не только обычные зрители. На турнир приехали известные тренеры и корифеи большого тенниса. Почетным гостем соревнований был Шамиль Торпищев, президент Федерации тенниса России, в прошлом личный тренер первого президента страны Бориса Ельцина. Как проходил турнир, расскажет Василий Логинов. Им еще нет и 15-ти, а борьбу на корте они завязывают вполне серьезную. Оно и понятно, все-таки международный теннисный турнир. Он уже традиционный и проводится не первый год. Кубок Тольятти можно с уверенностью назвать спортивной визитной карточкой города, а проходит он на базе Тольятти теннис-центра и собирает талантливую теннисную молодежь со всего мира. Турнир традиционный, естественно, хорошая категория, мощная, поэтому достаточно сильные игроки. Иностранные партнеры приехали, несмотря на все проблемы. Понаблюдать за турниром и, конечно, поболеть за юных спортсменов, Тольятти приехал поистине гуру отечественного тенниса Шамиль Торпищев. Он стоял у истоков уже российского большого тенниса, был тренером самого Бориса Ельцина. Но вот и в Тольятти, и в этом теннис-центре он уже не в первый раз. И его оценка и турнира, и центра однозначно и положительна. Но сам факт, что традиции, которые зародились здесь и продолжаются, как опорного центра развития тенниса, они сильны. И продукцию дает и данный центр, и давно вот эта прекрасная база, которая построена, Я Володе Гусеву благодарен, но мы старинные друзья, и очень много вложил и души, и дело в развитии тенниса. Турнир такого рода в Тольятти не случайен, ведь своего рода небольшой теннисный городок. Тольятти теннис-центр способен сделать для спортсменов все. Во-первых, предложить на выбор более 20 кортов, во-вторых, организовать отдых и восстановление после матчей. Ну и, конечно, здесь хороша природа и экология, что в нашем промышленном мире для всех, и в том числе для спортсменов, немаловажно. Обстановку на турнире и базу для соревнований оценили и тренеры теннисистов. Вадим Корх, тренер из Канады, воспитал 10 чемпионов страны кленового листа. Видел много теннисных центров, но именно Тольяттинского остался под впечатлением. Я вот сейчас начал ездить по России и уже был в трех городах, и во всех прекрасные теннисные центры. И вот этот в Тольятти мне особо понравился, потому что здесь продумано все. И открытые корты, и закрытые, рядом гостиница, и рядом восстановительный центр можно использовать. И я вот смотрю, здесь рядом и дома. То есть, в принципе, это мечта – жить вот где-то здесь, прямо на кортах, и тренироваться, никуда ездить не надо. В турниры участвуют более 50 юных теннисистов. Финалы пройдут на выходных. И можно не сомневаться, в таких условиях все будет на оценку отлично. Ведь для спортсменов здесь созданы максимально комфортные условия. Эти условия такими же и останутся для тех, кто тренируется здесь каждый день. Например, для ребят из муниципальной школы Олимпийского резерва. В ней на базе теннис-центра тренируются сотни тольяттинских ребят. Несмотря на то, что содержание такого центра – дело очень затратное, компания «Тольяттистройзаказчик» продолжает вкладывать большие деньги в реконструкцию спортивных сооружений. Так, в прошлом году был полностью обновлен центральный корт. Он готов принять на трибунах тысячи зрителей, а на корте – именитых спортсменов. За счет современных нектологий очень много можно сделать. Поэтому с этой позиции, я думаю, что игроков будет все больше и больше именно от этого центра. У нас есть определенные задумки, но я думаю, что в этом году они будут уже решаться. Стоит отметить, что Тольятти теннис-центр развивается без государственной финансовой поддержки. На свои деньги построены корты, гостиничный комплекс, аквапарт, инфраструктура. А ведь этот проект вполне попадает в категорию социально значимого. Есть идея воплотить в жизнь очередной проект строительства экоплощадки, зоны для отдыха, релаксации и временного проживания не только спортсменов, но и горожан и гостей Тольятти. Такие объекты, конечно, нужны городу. Но одной, пусть и большой, компании здесь справиться тяжело. И было бы здорово, если бы власти поддержали подобные идеи в социальной сфере, направленные на улучшение качества жизни горожан и на благоустройство городской среды. Василий Логинов, Сергей Рогов, Новости Тольятти.